Была идея, чтобы город начал разговаривать с табликами, с туристами. Ее реализовали при обновлении остановочных комплексов. Выбирая тип остановок, учитывали, есть ли в них площадь для организации информационного пространства. В исторической части города остановки стилизованы под старину. В гармонии с ними установили кованые информеры. Это очень информативно, как для гостей города, а очень привлекательно и для туристов. Здесь имеется информация и о почетных гражданах нашего города. Имеется информация и о книгах, в которых так или иначе проиллюстрирована история нашего любимого города. У современных остановок предусмотрен лайтбокс, где на обширной площади можно разместить большой баннер. Практически на каждом баннере есть как раз оборотная сторона, где есть QR-код, который переводят на наш сайт. Тобольск пора знакомиться. То есть можно расширить свои познания. Мы дали слово Александру Проханову, который восторгается нашим городом. Мы дали слово Федору Конюхову. Время от времени тобольские остановки превращаются то в доску почета, то в вернисаж. А за основу взятой публикации сайта «Тобольск пора знакомиться». Сейчас как-то больше едут частники на своих машинах. И потому что у нас в прошлом году и в этом году прошла мощная реклама по центральному телевидению. Пассажиры, ожидая автобус, скоротают время с пользой для ума. На туристических маршрутах информеры становятся еще и самостоятельным арт-объектом. Мне очень нравится фраза Семена Ульяновича Ревизова, который когда писал свою замечательную летопись, он объяснил, для чего он это делает. Он говорил, что он это делает для того, чтобы представить историю сибирскую всенародному зрению нескрытно. То есть по сути мы попытались сделать это, но уже современным языком. Сотрудники Комитета по развитию туризма постоянно подогревают интерес горожан к родной истории. В этом году с мая по июнь они будут проводить на главном туристическом маршруте квест, посвященный городу. Лучшие знатоки будут удостоены почетного звания «Сторожил Тобольска». Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время.